Я думаю, что о монополярности под брендом США предстоит забыть. И сколько бы ни пыталась бы США разными способами все-таки декларировать, что они есть единственный судья, единственный хозяин этого мира, конечно, этого уже нет. На сегодняшний момент все-таки существует несколько полярных противоборствующих сил, и Россия со своим ресурсом, Россия со своим подходом, со своей нынешней позицией. Слава тебе, Господи, что сегодня мы имеем президента, который способен в состоянии отстаивать интересы страны, ее территориальность, ее имидж, ее репутацию. Поэтому у меня взгляд очень оптимистичный, несмотря на все эти попытки, совершенно колоссального давления на нас со стороны многочисленных, зависимых от США стран, все равно мы держим свое лицо с большим достоинством, мы развиваемся, мы развиваемся неуклонно. И сколько бы ни пытались бы обесценить то, что мы делаем, сколько бы ни пытались обесценить наши способности, наши ресурсы, Россия была и есть, и будет великая страна. Именно поэтому США, понимая все эти ресурсы, понимая все наши возможности, делает все для того, чтобы все ближе и ближе и ближе каким-то образом источники войны к нам приблизить, для того, чтобы издалека наблюдать. Знаете, такая хорошая наблюдательная позиция для того, чтобы самих себя успокоить, что Россия, ага, и здесь сложность, и там сложность, и вроде бы как не так-то быстро Россия способна подняться после тех событий, которые были совершены в момент перестройки. Но очевидно, что и личностная сила руководителя нашей страны, и ресурс самой страны, и историческая данность, и характер русского человека, и тех людей, которые себя считают русскими в большом понимании этого слова, однозначно заявляют, что мы есть, мы будем, и мы в состоянии быть собственной полярностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!